Привет всем зрителям моего канала, с вами как обычно Илья и сегодня я хотел бы поговорить о той новости, которая вот буквально в последний час до меня дошла. Очень интересная кстати новость и я думаю стоит ее осветить. Как мы все знаем и как в некоторых из моих роликов было мной сказано, кризис делает свое дело и многим из нас к сожалению недоступны компьютерные комплектующие. Мне хочется плакать. Новые мы не можем пойти в магазин и просто их купить, просто потому что они очень дорогие, такие цены сейчас ломят, просто капец. Ну и собственно это провоцирует нас закупаться в Китае. Китайский рынок обширен, он огромен и там цены намного ниже, чем на прилавках наших магазинов. Но возможно среди вас есть те, кто как и я, кроме как на Алиэкспрессе, больше нигде не заказывал в своей жизни никакую электронику. Ни комплектующие компьютером, ни другую какую-нибудь электронику. Так вот, существует такой сайт Taobao и у него есть русское подразделение, которое занимается собственно выкупом товара на территории Китая, его транспортировкой по территории Китая, пересылкой в Россию, либо в другие страны СНГ, Украину, Беларусь, Казахстан и так далее. Так вот, в чем же сам собственно состоит прикол? А в том, что на фоне того, какие сейчас огромные, опять же повторюсь, цены на видеокарты, сегодня да, пойдет разговор чисто о видеокартах, и пойдет разговор о видеокартах компании AMD, точнее линейки RX. Ну и вот, в общем-то, открываю я браузер и показываю вам то, что хотел показать. Сайт для русского пользователя taobao.ru.com. Я уже на нем зарегистрировался и вчера сделал пробный заказ, который я вам дальше покажу. Но в чем прикол? В поиске вписываем, допустим, RX 470. Достаточно популярная видеокарта среди майнеров и, в принципе, среди обычных людей. И что же мы видим? Цены просто, в которые, ну, рядовому пользователю, я не могу сказать, что человек удивится, но человек, который шарит в ценах и знает реальную стоимость этой видеокарты, он просто, ну, повергнется в шок. Цены стартуют от 3900 рублей. Ну и, в принципе, все достаточно недальновидные люди побегут сразу же покупать, но сейчас, в общем-то, я вам расскажу о подводных камнях, которые, которые таит в себе и, в общем-то, весь этот сайт и такие сумасшедшие скидки. Ну, а даже 3600. Для начала, вот, зайдем в первую вкладку и посмотрим. Я просто вчера сам охерел, когда увидел. Ну, в общем-то, здесь стандартное описание, несколько фотографий, самой видюхи, вот ее состояние. Это, опять же, вот, наблюдаем одна из дорогих версий Nitro Plus с усиленной подсистемой питания. RX 470 на 4 гигабайта. Самое, что интересно, состояние указано новое, хотя верится с трудом, с очень большим трудом. Ну, в общем-то, здесь описание, ничего интересного. Здесь реальные характеристики из GPU-Z показаны, но, опять же, GPU-Z можно и в интернете взять, но разговор сейчас не об этом. Собственно, эту видеокарту я и решил заказать вчера. После заказа, вот, переходим в мои заказы, он сейчас находится в обработке, так как я, ну, не оплатил и не собираюсь, в принципе, оплачивать. Накладываются следующие приколы. Как мы видели, видюха стоит 3900 с чем-то рублей, а вы уже здесь, по факту, в кабинете должны оплатить около 5 косарей. Это стоимость, ну, грубо говоря, контора, которая занимается пересылкой из Китая в Россию, она берет себе определенный процент, достаточно немалый процент. Вот, они ожидают от меня оплату, чего я, естественно, проводить не буду. Ну, и вот, собственно, видно их комиссия 595 рублей, стоимость доставки по Китаю. Но, опять же, когда делается, составляется заказ, когда вы нажимаете кнопку купить, стоимость доставки по Китаю рассчитывается как 0 рублей, а сейчас она уже 277. Смотрим дальше. Мне пришло несколько сообщений, но самое интересное, это то, что мне присвоили какого-то менеджера, которого зовут Валерия, и типа он должен меня консультировать. Здесь можно просто, вот, второе сообщение прочитать, что, внимание, на данный товар продавец гарантию не предоставляет, и он не новый, хотя в описании мы видели, что новый. В нашей компании нет технических средств, чтобы его проверить. Приобретайте на свой страх и риск, в случае неисправности, они никакую ответственность на себя не берут. И закон о защите прав потребителей не распространяется на их деятельность, потому что, якобы, они являются агентами по закупкам, а не продавцом. Ну, хотя, на самом деле, на них тоже распространяются определенные обязательства, но, если вы не знаете точно, где находится эта контора, хрен вы кому что докажете. Ну и, собственно, заходим в самое последнее письмо, которое в 4 утра пришло. И здесь полная жесть и ахуи происходит. Здесь мне расписывают, как все будет происходить. Мой заказ проверен, есть наличие карта у продавца. Потом сумма указана без учета доставки по России, хотя я заказал в Украину, но мне суть важна. Заказывать это все равно не собираюсь, потому что это полная жесть и наеб. Они предупреждают, опять же, что есть комиссия, опять же, которая не совсем маленькая, 15%, это просто конская какая-то комиссия. Оплата за доставку из Китая в ваш город по определенному тарифу. И самое интересное, это то, что меня просто в бешенство привело, это то, что оплату я могу произвести по указанным реквизитам карты Сбербанка. А они кидают мне просто в карту и пишут владельцам. Как только оплатите, обязательно сообщите, пожалуйста, точную сумму перевода в данном диалоге, чтобы ваш платеж не остался без внимания. Спасибо, блядь. Важно, не пишите ничего в сообщениях при переводе на карту. Да, я, в общем-то, и не собирался. И, в общем-то, на основании этого я могу сделать определенный вывод, что эти карты, они либо убитые, либо после майнинга, либо нерабочие. Если вы реально покупаете кота в мешке, и мне кажется, из всех вот таких видюх, которые здесь есть, если попадется одна на сотню, еще живая как-то, которая еще проработает хотя бы два месяца, то это очень хорошо. И, ну, я не знаю, с чем это связано. Есть еще один момент такой достаточно интересный. То, что такие низкие цены в основном только на видеокарты AMD и на линейку RX 400 и 500. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, из-за обвала майнинга, майнеры стараются хотя бы какую-то выгоду, хоть какие-то деньги отбить из закупленных видюх. Ну, и, в общем-то, такая ситуация повторится, если вы оформите заказ на любую из представленных здесь видеокартов. Всем спасибо за внимание, будьте аккуратными, не заказывайте хлам, всегда проверяйте сто раз, прежде чем отдать свои кровные деньги. И всем спасибо за внимание, с вами был Илья, еще увидимся в следующих видосах. Буду вас информировать о каких-то интересных вещах и чтобы вы не попались на удочку хитрожопых китайцев и наших не совсем честных предпринимателей из России. Вот. Всем удачи, ребята, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok